Слава Украине! Приветствую вам от Полонского! Еще парочка новостей сегодняшних, которые довольно важны и которые мы сегодня упустили. Ну, первое, скажем так, менее важное из России, потому что мы уже над ними сегодня капитально смеялись, когда там вслед за яйцами Путина пропали еще и кури. Да, курей тоже нет. Ну, уже казалось, дальше идиотизму идти некуда в этой стране в бензоколонке. Но самое смешное оказалось, что бензоколонка тоже поддельная. Значит, у них сейчас в некоторых регионах уже пошли очереди на бензин, на тех самых бензоколонках. Бензина в стране бензоколонки оказалось тоже нет. Если кто не верит, ссылочка на эти самые очереди у нас в описании к данному ролику. Можете полюбоваться видео сегодняшнее, утреннее, как это все выглядит сейчас у них. То есть, это полный аут. Мало того, что нету сельскохозяйственных продуктов, так еще и бензина нет. Я не понимаю, как так можно дохозяйствоваться, но у Путина получилось. Редкой тупорилости, конечно, руководитель. Ну, дай бог с ним. Россияне сами такого избирали, сами его в попу целуют регулярно. Ну, так еще раз за него проголосуйте, пойдите. Хуже уже не будет, да. Хотя, это тоже не точно. Да. Ну, и еще два момента, касающихся одной и той же проблемы. Это блокады украинской границы со стороны Польши. С одной стороны, в Медике, вроде по одному из четырех таможенных переходов, вроде бы там, где фермеры перекрывали, подписан договор между польским правительством и фермерами. Оно пошло на их экономические требования. И, вроде бы, прямо сейчас границу должны разблокировать. Хотя бы на этом пропускном пункте. Окей. Но еще три заблокированных. Так что, непонятно, что там будет еще такой хороший вопрос. Вообще, знаете, в Польше очень такая нехорошая пошла традиция. Чуть что, какие-то внутренние неурядицы между правительством и каким-то из профсоюзов, они идут и перекрывают украинскую границу. Вы там не охренели, случайно? Очень красиво, конечно, да? Братья, да, ничего не скажешь. Ничего не скажешь. Да, и вроде эту границу открывают. Ну, посмотрим, насколько она будет открыта. И не придумают ли очередной польский профсоюз еще что-нибудь. Например, им не понравится, что утки через Польшу летят справа налево, а не слева направо. И они по этому поводу, опять-таки, попробуют перекрыть нам границу. Вот, но этот вопрос, в принципе, близок к завершению, к решению вообще. В Румынии сейчас 24 на 7 строится новая автострада. Там уже мало ее... Точнее, она уже по большей части построена. Там уже небольшой кусок, в настоящий момент, достраивают. От Бухареста до украинской границы. Смысл ее в том, это действительно, это не дорога, это автострада. Смысл ее в том, чтобы протянуть транспортный коридор от Украины до румынских портов. Пока Польша балуется то с нашим зерном, то потом с нашими грузовиками, ну, Польша занимается каким-то бредом. Румыны фишку просекли и поняли, что на этом все можно заработать деньги. У них там эта автострада всего-то немножко не доходила до нашей границы. И они активно ее начали делать. То есть, в принципе, вот на сегодняшний день, ну, Румыния вообще является нашим основным, как бы, партнером в плане транспорта. Румыния и Молдова, конечно же. Вот. Но после открытия этой автострады, как говорится, Польша может вообще отойти на второй план, потому что она прямая, она идет четко до румынских портов, через Констанцию загрузить, и любой груз ушел туда, куда надо. Так что, как говорится, ну, пускай еще немножко побастуют, пускай еще немножко поперекрывают. Во время войны, подчеркну, нашу границу, может полякам от этого легче станет, я же не знаю, как они там рассуждают. Вот. Но очень скоро, скажем так, вопрос, по всей видимости, будет неактуален, потому что румыны там просто рвут и мечут. И, чтобы вы понимали, там сотни автомобилей, сотни транспортных средств сейчас находятся, экскаваторов и так далее, и так далее. Больше трех тысяч человек работает на окончании этой автострады. Так что, будем надеяться, что, ну, если поляки считают нужным, что, как говорится, граница была закрыта, она будет закрыта, а румыны будут банковать. Вот, собственно говоря, и все. Все будет Украина. Продолжение следует... Продолжение следует...